а елена добрый день меня владимир зовут я по такому я знаю что с краснодаре там поездки у меня такой необычный вопрос есть буквально две минуты для меня елен я на самом деле работаю в сфере подбора персонала и сейчас мониторе рынок и вот вашим городе просто есть одна вакансия должность такая очень очень высокая в страховой сфере и вот я в удобное время два вопроса хотят вам задать первое ну там может ли кого-то порекомендовать потому что потому что ну такой довольно вкусный доход все условия они постараются под сильного кандидата ну а второе ну не знаю там гипотетически это на перспективу может быть может для вас подобный вопрос можно ну в этом компании не очень много но я слышу просто по совещанию пошла шума слышу может помочь давайте может следующий раз по разговоре разву я так понял там и по первым по второму можно пообсуждать дали в удобное время конечно конечно телефон дак или когда лучше перенабрать хорошо ну тогда понедельник вечером но там ближе к пяти или во вторник я или там моя коллега моя руководительница вас тогда перенаберет хорошо коллеги что она сказала вы услышали слышно было да она готова ли не готова давайте поаплодируем вас зовут а обладали они и елене алексеевне который сейчас краснодаре так вот скажите елена алексеевна вот в данный момент она замотивирована ну вы слышали года но я сказал так средненько ну то есть ну как ну ну задали вопрос ну хорошо она дала понять что она не исключает того что она готова уже дала по это слышали это к тому коллеги ну почти никто не отказывается в целом поговорить а вот то что будет дальше зависит уже от того той конкретики которые которые ей алена или кто-либо предложит учитывая что фразы были сказаны правильно помните вкусные вакансии помните на слава сказал ну и помните все сказал ну так и на перспективу может быть там на будущее такие фразы не не опасны точки зрения там гипотетической прослушки то ей довольно легко об этом поговорить кстати не исключайте пожалуйста вариант рассмотрения всех ее менеджеров если она откажется у них там много людей хотите узнаю имена они все расскажут а вы узнаете например 8 имен дальше узнаете кто работает больше чем например три года или там пять лет соответственно этот человек скорее всего уже ну как-то в теме хотя нет управленческих навыков но в теме уже и и скажем так и снайперски вы стрелите по одному то есть она отказывается ничего тогда мы заберем всех твоих вы говорите ей всю твою команду и начинайте и угрожать это я пошли только что вот о поводу корректности скажите корректно ли прямой поиск вот этого дела все правильно ли то что я делаю вот скажите вот давайте как ред конкретно елена алексеевна которая только что звонил вот я с ней переговорил она совещание она работает в компании сколько уже легали он 15 лет уже и женщина трудится ей там премии там подарки что это когда она супер лояль на коллективу там но и тут вырываемся мы и фактически вырываем ее из семьи где она трудится алена разве это хорошо посмотрите галене в глаза вам не стыдно сказал бы я если бы я был директором той компании а так и скажу алена вы молодец почему потому что вполне возможна ситуация что бедная там елена алексеевна и обгоняют постоянно по командировкам у нее начальник там где-то сидит хам например ей нам не дают премии дополнительно за там выслугу лет ну еще там коллектив какой-то не очень хотя мне неплохой веселый но и что-то не так ипотеку он не может выплатить и тут приходит алена и владимир и говорит здравствуй елена алексеевна анга здравствуй кто вы мы добрые ангелы мы хотим помочь тебе в чем мы знаем что тебе не доплачивают мы поможем тебе выплатить ипотеку быстрее мы знаем что у тебя руководитель хам а мы добрые ну так вот и коллеги и вы соответственно помогаете решить вопрос человека я немного утрирую но всего лишь немного потому что мы даем просто план b мы даем разные варианты два варианта для человека и он сам решает надо ему это или не надо 2004 году я еще был у меня еще был опыт работы хэдхантером один год ну мало совсем но у меня была вакансия мне нужно было для мтс найти директора скажите как найти директора для мтс куда нужно позвонить еще я позвонил теле 2 билайн мегафон и прочее но немного там пять пальцев вариантов в теле 2 я нашел этого парня андрея давоскова и переводил в мтс все моя миссия закончилась я вам предложил он согласился висит не очень сначала со мной потом с другими дальше он вышел на работу в мтс потом он стал директором тс урал потом стал директором тс украина потом стал президент мтс сейчас он президент афк система это еще там всего холдинга и тушенкова зарабатывает этот мужчина много теперь а тогда зарабатывал 120 тысяч рублей а сейчас вот видите 7 миллионов долларов в год это потому что миссия наша невысока мы просто спрашиваем хочешь хорошо не хочешь ну ну ладно вот такая вот история я буду банан тубе я буду банан тубена я буду банан Субтитры сделал DimaTorzok